Музыка Стиль модерн от французского модерн современной и новейшей это стиль в европейском и американском искусстве конца 19-го, начала 20-го веков. Наиболее ярко он проявился в архитектуре, в частных домах, особняках и достойнейший и красивейший пример этого стиля есть и в Самаре. Это небезызвестный дом Александры Курлиной. Сегодня здесь располагается музей Модерна. С его заведующим Михаилом Савченко мы встретимся и поговорим об истории создания музея и о его работе. Здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, об истории создания этого музея Модерна. Как дом Александры Курлиной превратился в музей Модерна? Здравствуйте. Вообще, можно сказать, что музей еще до конца не превратился. Создание музея – это, конечно, процесс достаточно долгий. И как именно идея эта родилась? На самом деле, когда дом Курлиной встал на реставрацию, то был такой поиск вообще нового какого-то наполнения, концепции музея. И, конечно, вот этот вот стиль, в котором выполнено это здание, это действительно, ну, многие называют, и можно с этим согласиться, жемчужина самарского модерна, сыграла свою роль. То есть, именно этот художественный стиль, мастерство архитектора Зеленка, оно стало как бы превалировать над другими идеями. И тогда вот родилась эта идея сделать здесь музей, посвященный именно этому художественному стилю. И, конечно, на мой взгляд, он более подходящий здесь, нежели вот фрагмент кровеческой экспозиции, который здесь был до этого. Расскажите, как лично вы обратились к эпохе модерна? Это вас заинтересовало, потому что вы стали работать заведующим музеем? Или у вас были на это какие-то другие причины? У меня мама, сколько я себя помню, все время была директором музея. И я вообще вот музейной такой деятельностью, жизнью всегда интересовался, в том числе и в Самаре, и работал в литературном музее. И впоследствии, когда вот начал сотрудничать достаточно плотно с Министерством культуры в Самарской области и делать какие-то проекты именно в учреждениях Министерства культуры. Конкретно вот с музеем Алабина я начал сотрудничать достаточно давно еще, делал там проект «160 образов губернии» к 160-летию. И можно сказать, что я так или иначе был как-то в курсе того, что происходит здесь, как создавалась концепция, как она менялась. Потом, как привлекались сюда различные люди, вот, допустим, Павел Каплевич, Александр Васильев. Я с ними тоже так же встречался. И потом с министром обсуждали, какие наработки есть, что можно было бы добавить. И я думаю, что вот это вот как-то достаточно незаметно для меня произошло, вот это вот ориентирование сюда. И сыграло такую весомую роль в том, что я сейчас здесь работаю. И вот именно тогда я как-то, на самом деле, начал вот так вот сначала поверхностно, потом более глубоко интересоваться этой эпохой, этим стилем, людьми, которые сыграли достаточно весомую роль в этом стиле. И вообще стиль модерн для России оказался действительно очень таким важным и очень знаковым. И с ним связана еще и вот эта его такая грусть по резкому обрыву развития этого стиля. И вот как-то вот в основном, вот да, вот во время обсуждения концепции музея. То есть я вот включился и начал как-то этим заниматься. Какое предназначение у музея? Это будет культовое место или сюда может прийти любой желающий и окунуться в эпоху модерна? Ну, здесь, мне кажется, можно разделить вот такое становление на два этапа. То есть сейчас вот этот год, по крайней мере, пока у нас нет постоянной экспозиции. То есть она сейчас создается, закупаются предметы. Вот у нас на этот год задача стать таким знаковым культовым местом для города. Потому что для этого, в принципе, есть все предпосылки. То есть это и сам особняк, его месторасположение. У нас здесь откроется кафе, мы запускаем в ближайшее время кинозал. У нас будет проходить летний фестиваль такого европейского, такого городского типа. Вот здесь вот во дворе, где будут там летняя сцена, площадка для мастер-классов и так далее. И поэтому, мне кажется, вот сейчас вот задача наша, вот именно нашей команды, параллельно с тем, что создается постоянная экспозиция музея, именно наработать вот аудиторию и некий имидж музея, как площадки достаточно разносторонние. То есть не зацикленные вот на одном виде представления там информации и какого-то вот контента, а именно вот которые работают с разными аудиториями, с молодежью, с взрослой аудиторией, с краеведами. То есть те, кто интересуется разными вещами. И вот мне кажется, что у нас обязательно это получится вот за этот год сделать. И потом, соответственно, когда к этому уже добавляется достаточно серьезная постоянная экспозиция музея, то уже можно говорить именно о такой очень сильной, в том числе и научной составляющей. То есть мне кажется, вот именно вот эта некая такая поступательность, сразу все охватить достаточно сложно. А вот эта вот, как бы такая поступательность, она может нам сыграть на руку. И как бы, то есть сейчас вот мы учимся работать практически, вот музеи работают, создают мероприятия параллельно своей основной экспозиции. А мы сейчас учимся делать различные события, как основной такой некий базис. Музей Модерн открылся не так давно. Вы уже почувствовали интерес горожан к этому заведению? И если да, то с чем вы его связываете? Или нет? У нас достаточно много посетителей. Например, там на открытии у нас был свободный вход для всех желающих. И пришло порядка 400 человек. Это была, конечно, такая почти стрессовая проверка для и сотрудников, и для музея. Вот. И сейчас за вот январь, новогодние праздники, уже больше тысячи человек посетило вот выставку художники мира искусства. Ну и в целом посмотрели особняк. То есть мне кажется, что интерес велик, и тут разные факторы на это влияют. Вообще редко, конечно, когда открывается новый музей, это всегда вызывает интерес. Это происходит далеко не каждый год. И приходят и пожилые люди, и молодежь, и многие говорят, что вообще, сколько себя помню, все время это здание стояло закрытое. И поэтому, когда наконец-то сюда есть доступ, мне кажется, это многих подстегивает как бы ходить. И мы сейчас же проводим мероприятия практически каждый четверг. Вот можно отдельно отметить, что музей по четвергам работает с часу до девяти. То есть в обычное так с десяти до шести. А четверг у нас такой день, когда можно прийти вот после работы, после учебы. И каждый четверг у нас происходят различные мероприятия, события, что-то платное, что-то бесплатное. И уже сформировалась такая аудитория, которая ходит по четвергам сюда. И мне кажется, что вот эта вот роль, как некого в том числе и культурного центра, она достаточно важна. Поскольку в Самаре вот даже, я вот здесь живу не так давно, но вот помню вот этот вот некий всплеск, где-то года четыре назад, когда открывались новые выставочные площадки, какие-то были некоммерческие такие институции. Там 11 комнат, галерея одной работы, гончаров, арт-пропаганда. Сейчас их нет, и вот этот вот некий вакуум, вот я общаюсь тоже с аудиторией, он действительно существует. И людям нужно действительно место, в основном это, конечно, касается больше молодежи, где они могли бы недорого или бесплатно провести время, посмотреть какой-то фильм, послушать интересную лекцию. И эта ниша, как это ни странно, она сейчас свободна. Поэтому, мне кажется, вот такие разные факторы, они вот влияют на посещаемость. И пока нам вот грех жаловаться, то есть все вроде бы хорошо. А что такое современный музей в вашем понимании? И будет ли музей модерном современным? Или вы будете придерживаться традиционного направления в развитии? Ну вообще, мы даже планируем взять такой себе слоган «модерн значит современный». То есть, на самом деле, это так переводится, конечно, значение там немножко другое. Но так или иначе, на мой взгляд, современный музей – это тот, который говорит на языке современного посетителя. То есть, человек здесь, причем это могут быть разные формы. То есть, например, с одной стороны, это может быть выражено в каких-то современных методах подачи информации через какие-то события. С другой стороны, понятно, что сейчас за последнее время технологии шагнули очень далеко. И сейчас перед музеями есть куча возможностей, как строить, опять же, свою экспозицию. То есть, есть там различные системы направленного звука, там есть метки, когда посетитель получает там жетоны, заходя в разные комнаты, ему показывается автоматически некая информация. То есть, вот через вот эти разные… Мы сейчас это все изучаем, смотрим, и, мне кажется, это обязательно нужно использовать в экспозиции, потому что также мы хотели бы быть еще в том числе ориентированы на иностранного посетителя. То есть, сейчас мы готовим экскурсию на английском языке, у нас будет навигация тоже на английском выстроена, потому что мне кажется, что как раз вот эта тема, она может быть интересна иностранцам, опять же, в преддверии, возможно, чемпионата мира по футболу и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что у нас… Я вот перед собой точно вижу задачу делать современный музей. И здесь разное. Я могу сказать, что, допустим, мы в следующем месяце запускаем такую серию мероприятий «Звук и экран». То есть, мы будем показывать старые немые фильмы, черно-белые, которые шли без звука, но при этом нам их озвучивать будут современные различные группы, молодежные диджеи и так далее. То есть, мне кажется, вот именно некий такой синтез, он всегда как бы работает в плюс. То есть, и музеи московские, которые активно сейчас этим занимаются, тот же Политехнический музей открыл с театром практика «Политеатр», где они рассказывают про, не знаю, Артемия Лебедева, Олега Кулика и так далее. Мне кажется, что вот такие синтетические проекты, они всегда работают в плюс музея. Михаил, а сейчас, если вы не против, я попрошу вас пройти вместе с нами по музею и провести небольшую экскурсию. Да, хорошо. Ну, мы вот находимся сейчас на первом этаже. Это парадный этаж особняка. То есть, здесь встречали гостей, проходили светские вечера различные. И он наиболее как бы насыщен различными декоративными элементами, которые нам как раз говорят о стиле модерн. Вот мы, допустим, можем увидеть отсюда вход, вот эту такую композицию входную. Это подлинная вещь, которая сохранилась здесь сто лет этому дереву, дверям. Поэтому они, кстати, не всегда у нас открыты, а больше используется другой вход. То есть, мы видим здесь вот как раз отказ от прямых углов, такая более в виде подковы и цветочных орнаментов композиция. И здесь есть вот несколько комнат, у которых у каждой свое такое четкое предназначение. И, в принципе, это читается в декоре этих комнат. Вот давайте пройдем в первую. Это парадная гостиная. Здесь хозяева встречали своих гостей. Здесь могли там читать стихи, слушать музыку. Мы видим, что, опять же, здесь несимметричное расположение окон. Сделан вот такой эркер, где, возможно, могли находиться цветы, либо стоять какой-то инструмент. И, конечно, самое здесь вот такое значимое в этой комнате – это вот эта вот лепнина на потолке, цветочный такой орнамент. Это, можно сказать, визитная карточка этого особняка, одна из самых известных его деталей. Она очень искусно восстановлена и, ну, так вот поражает, конечно, воображение. Отсюда из гостиной есть прямая дверь в столовую. То есть, пока люди здесь находились, занимались своим времяпрепровождением, там накрывался стол, и когда все было готово, хозяева приглашали своих гостей в столовую. Столовая решена в несколько таком нестандартном стиле. Она более такая южная, то есть она больше похожа на итальянские виллы или юг Франции. То есть здесь такие сочетания цветов – красная плитка, синяя плитка. Здесь маскароны, вот на потолке изображение каких-то мифических существ, которые тоже больше свойственны такой южной стилистике. Конечно, самый главный здесь такой объект – это вот этот вот камин, который сочетает здесь разные материалы. Здесь есть и мрамор, и медная вот такая вот декоративная накладка, которая тоже изображена здесь, какие-то цветы, текучие формы. Вот эти вот детали немножко похожи на гауди, то есть есть некоторое такое сходство между ними. Камины вообще в этом здании использовались больше, конечно, для декоративного такого, играли декоративную роль, поскольку по тем временам это было достаточно новаторское здание. Здесь была система колориферного отопления. Вот мы видим рядом там решеточка, рядом с камином, и, собственно, оттуда шло тепло, а не из камина. То есть в подвале находилась емкость с горючей жидкостью, скорее всего, мазутом, и была специальная комната, где этот мазут горел, нагревался воздух, и по специальным каналам поступал во все помещения этого здания. То есть несмотря на то, что здесь вот это постройка 1903 года, но здесь уже была примена такая система, был организован водозабор, телефон, ну, я уж не говорю о том, что электричество, то есть это было одно из самых совершенных зданий той эпохи. Также у нас на первом этаже есть две комнаты, которые достаточно разные по своему стилю. Это мужской кабинет и женский будуар. Давайте пройдем в кабинет. Эта комната решена в таких достаточно строгих тонах. Здесь от такого классического модерна, наверное, только вот форма окон и, конечно, камин. То есть здесь очень такие строги геометричной формы, потолок выполнен в таком тоже геометричном решении, и ему же как бы вторит паркет на полу. Про камин можно тоже сказать, что здесь, опять же, вот сочетаются разные материалы. То есть здесь мы видим тоже такие медные накладки. Это маки. Маки являются одним из самых главных цветков модерна, потому что они такие асимметричные. И вообще мак – это такой символ опьянения, грез. Здесь, скорее всего, находились витражные стекла. К сожалению, они вот не сохранились до наших дней. Еще один очень интересный элемент здесь – это вот диссю депорт. Это живопись, которая находится над дверью. Это подлинный тоже, конечно, элемент, который был отреставрирован. То есть здесь изображение какой-то рощи, природы. Этот небольшой элемент здесь, он более крупно представлен в будуаре, куда давайте пройдем теперь. Модерн и в целом вот этот вот особняк, в нем достаточно сильное такое женское начало чувствуется. И поэтому неудивительно, что вот будуар, женская комната, он такой наиболее ярко декорирован. То есть здесь мы видим и витраж, изображающий вот такую растительность. Скорее всего, здесь вот был за окном сад, где тоже могли расти деревья, и, соответственно, это была такая игра. И на потолке виден такой образ прекрасной нимфы, парящей в неком таком балахоне. Есть версия, что это как бы такой подарок, что это сама Сандра Курлина. Но в то же время есть интересное совпадение, что очень похожее изображение было популярно вообще в начале 20 века. Была танцовщица американская Лои Фуллер, которая танцевала, вот у нее были танцевальные номера, как раз вот используя такой вот балахон. В него еще были встроены лампочки, это все восхитительно абсолютно выглядело. И был просто феномен Лои Фуллер, была ей куча подражателей, выпускались статуэтки, открытки. И, возможно, вот тут вот есть некая такая тоже аллюзия на нее. И здесь вот тоже есть Десю Депорт, уже такой гораздо более крупный. То есть это такая роща, видимо, дубовая, вот, которая, конечно, здесь тоже очень ярко выглядит. Интересно смотрится. Двери тоже вот эти вот подлинные, подлинные стекла. Имеются небольшие сколы, но как бы это история, которая сейчас с нами. Вот. Здесь центральный холл, антикварная люстра. Несколько люстр нам удалось найти, подобрать. Некоторые, пока еще в некоторых залах висят люстры, ну, как бы современные, сделанные по той стилистике, в планах заменить все на более подходящие этой эпохи. Это люстра вот, да, антикварная. И здесь мы видим такую розетку в виде щупалец, возможно, осьминога. То есть какая-то такая морская тема тоже была популярна в стиле модерн. И здесь же в холле мы сделали такой небольшой стенд, который в целом рассказывает посетитель о модерне в различных, как бы, отраслях, так скажем, искусства, творчества. То есть стиль проник всюду практически. То есть и декоративно-прикладное искусство, в изобразительное, в архитектуру, интерьеры, в музыку. То есть здесь вот представлены, как бы, основные такие самые яркие примеры. И есть вот там пара экспонатов из наших фондов. Вот. Теперь можно пройти на второй этаж. И там уже на втором этаже планируется проведение регулярных сменных выставок. В данный момент у нас там работает выставка художники мира искусства из Санкт-Петербургского музея театрально-музыкального искусства, куда мы всех, конечно, тоже приглашаем. Пусть это останется небольшим секретом для наших горожан, для того, чтобы они смогли прийти и реально увидеть всю эту великолепность. Спасибо за интересный разговор и хорошую, великолепную экскурсию. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.